Приветствую всех, кто смотрит сегодняшний видеоролик. Меня зовут Андрей Кабилов. Я блогер журнала Древа Поэзии. И сегодняшняя передача посвящена людям, сомневающимся в том, что в интернете можно эффективно вести блог, и это имеет смысл, и в этом есть какой-то резон, что это эффективно, что это может что-то дать, и так далее, и тому подобное. Большинство людей действительно не могут писать, они не могут выражать свои мысли в словах, они не могут записывать видеоролики, и часто не могут не потому, что действительно не могут, а потому что они считают, что для этого нужно обладать массой специальных знаний, и без этих знаний невозможно ничего начать делать. Я не буду многословен, хотя этот ролик, он не маленький, он все-таки такой большой, но поверьте мне, я не многословен, так как эта тема очень обширна и требует основательного подхода на самом деле, но мы с вами находимся в интернете, и я знаю, как устроено ваше восприятие, я знаю, что большинство из вас очень торопится, и в принципе это правильно, потому что сегодня мы живем в век, когда время ускоряется, и когда очень многое нужно успеть за малый промежуток времени. Поэтому постараюсь вкратце такой небольшой ликбез о том, как открыть блок, где его открыть, как его вести, что нужно делать для того, чтобы добиться эффективности, и что такое эффективность. Так что сегодняшняя передача, она требует внимания, требует концентрации, и я бы посоветовал вам взять, может быть, ручку и бумагу, может быть, ручку и карандаш, может быть, карандаш и ручку, может быть, блокнот и тетрадку, может быть, ничего не брать. То есть, что-то, скорее всего, придется записать. Потому что если вы не будете записывать, то информация, которую я вам скажу, она не будет усваиваться. И так существуют различные такие самые разные мифы, мифотворчества о том, что открыть блок в сети – это очень трудно, очень тяжело. Даже нужно принять некое такое решение, что ли, решение, психологический такой вопрос, решить себе проблему с фобиями, вера в себя. На самом деле, это очень просто, это несложно. И для того, чтобы открыть блок, не надо платить никому никакие деньги. Не надо покупать доменное имя. Не надо платить за хостинг. Не нужно ничего этого делать. Если вы никогда в своей жизни блок не открывали, то категорически нельзя думать о том, что надо создать свой сайт. Надо создать свой собственный оригинальный контент, оригинальный какой-то внешний вид дизайн. Для того, чтобы открыть блок, нужно зайти на один из социальных ресурсов, предоставляющих такую возможность. Но желательно, чтобы на этом ресурсе предоставлялся все-таки вменяемый домен третьего, четвертого уровня. И чтобы были у вашего блога такие нормальные адреса, которые индексируются поисковыми системами. То есть, они должны состоять из точек. Название точка, название точка, там, ру, ком. А не так, что название сайта, потом слэш, потом еще слэш, вот эта черточка слэш называется. То есть, это LiveJournal, это blog.ru, это, ну, некоторые еще другие ресурсы, но может быть, может быть, ВКонтакте. Там тоже можно ввести что-то наподобие блога. Сначала вы должны посвятить полгода, это минимум, полгода своей жизни в одном из социальных ресурсов, ежедневно публиковать там статьи, посты, видео, аудио, экспериментировать. У вас должна быть привычка. Вот как, например, человек начинает заниматься своим телом, начинает за него делать зарядку. И первое, что он должен сделать, это привыкнуть к тому, что он утром просыпается и начинает заниматься. Глупость. Некоторые начинают заниматься глупостью. Они, их глупость как проявляется, они начинают сразу делать 10 подходов, сразу начинают делать комплекс упражнений. У них сразу начинает все болеть. Потом они начинают сразу есть в течение дня, чтобы восстановить силы. И где-то, ну, у всех по-разному. У кого-то сразу, через неделю, через две, у кого-то через два месяца. То есть предел терпения у всех разный, но человек чувствует моральную, физическую, но больше всего моральную подавленность. И он перестает заниматься этими упражнениями по утрам. И возвращается снова к нормальной жизни, чтобы почувствовать себя энергичным человеком, ну, то есть не таким уставшим и опустошенным. Потому что уже страдает все. Его работоспособность, настроение. Это влияет на общение с людьми. Так вот, первые полгода, точно так же, как человек входит впервые, никогда не занимаясь, вдруг он начинает заниматься гимнастикой, зарядкой, первые полгода просто должна выработаться привычка. В этот период, мы сейчас говорим о ведении блога, рано еще говорить о том, на какую тему будет ваш блог. Рано говорить о том, что у вас будет свой собственный сайт. Вы должны стать блогером. Вы должны пройти этот период становления тебя как человека, который постоянно что-то пишет. То есть постоянно вы должны писать, постоянно вы должны что-то создавать, экспериментировать на такую тему, на такую. Можно попробовать с новостями. Читайте новости на сайтах новостных и потом их пересказывайте. Тренируйтесь. И попробуйте, самое главное, что вы должны в эти полгода достигнуть, то, что вы должны почувствовать себя рассказчиком. То есть если вы плохой рассказчик и сами себе не будете нравиться, а очень важный момент, вы должны будете смотреть, отсматривать все, что вы снимаете, все, что вы пишете. Вы должны будете это внимательно отсматривать. Иногда даже не один раз. То есть делайте и смотрите. Смотрите сами на себя. Потому что в эти полгода перед вами стоит задача. В конце, через 6 месяцев вы должны будете стать автором, который пишет или снимает себя на камеру, или записывает аудиоподкасты, или пишет тексты, или фотографирует. Потому что есть варианты. Понимаете, можно не писать тексты, можно фотографировать, делать фотографии, можно рисовать. Можно записывать аудиопередачи, видеопередачи, можно писать статьи. Опять же, и передачи, и тексты, все это. Здесь нету никаких рамок, здесь нету никаких норм, кроме норм морали, этикета, культурных норм. Эти нормы были, есть и остаются всегда. И об этом я чуть позже скажу. Дальше. И вот перед вами стоит задача выработать в себе вот этого рассказчика. С одной стороны, это первое. Я сказал, что две роли, да? И второе. Вы должны быть зрителем. Вы должны быть читателем. Вы должны уметь взглянуть на себя со стороны. Непредвзято, нелюбвеобильно, нелюбуясь собой. Иными словами, критика. Уничижительное, уничтожительное. Вы должны трезво понимать, что из себя представляет то, что вы делаете. Как это называется. Как это воспринимается. Для чего это надо. Это нужно для того, чтобы потом, не сразу, это сразу не получится. Вы могли составить психологический портрет вашего будущего читателя. Это очень важно. Но для этого вы должны быть этим читателем. Но читать вы должны самого себя. Потому что мы сейчас говорим с вами о становлении нового блогера. О становлении человека, профессионала, который в сети пишет свой дневник сетевой. И на этом он зарабатывает деньги. Потому что именно к этому, к финансовой стабильности, к финансовой обеспеченности и ведется все. Это не просто блажь. Это не просто сумасшествие, какое-то безумное занятие. Это профессия. Новая профессия, которую еще не обучают. Она отличается от профессии журналиста. Она отличается от профессии писателя. Потому что писатель создает большие формы. Писатель это человек, ну как человек летающий в космосе. И мы как вот вступаем с инопланетянами, вот с ним вступают в контакт. Это всегда акт интимный между одним и другим человеком. То есть читатель, он же один за книгой. Не два, не три человека в книгу смотрят. То есть это немножко другое. Литература это другой уровень. И он требует другой концентрации. Он требует владения языком гораздо более лучшего и более чистого. Это художественные образы, это картины. Это отдельный разговор. Литература это гораздо серьезнее намного. И этому нельзя научиться. А вот блогером можно стать. Так же, как можно стать журналистом. И я сейчас хочу сказать, что блогер это даже еще проще, чем журналист. Потому что журналист это тоже профессия. И тоже нужно иметь призвание. И тоже здесь нужно обладать определенными навыками, которые или есть в человеке, или в человеке его нет. Умение слушать, умение добывать информацию, умение видеть главное. И умение видеть это первым и быстро. Гибкое мышление. Способность импровизировать. Способность, как я уже сказал, терпения. Но, наверное, терпение важно в любой профессии, в любом деле. Но журналистика требует от человека такого терпения, какого, наверное, не требует ни одна другая профессия на земле. Потому что ты должен через себя пропускать информацию, которая тебе не нужна и никогда не будет нужна. Человек так устроен, что его что-то интересует, а что-то не интересует. А журналист, он как бы, в кавычках, интересуется всем. Но это невозможно физически. И для того, чтобы не сойти с ума и не помешаться в разуме от такого избытка, абсолютно не нужной тебе информации, нужно вырабатывать в себе или иметь, наверное, в характере колоссальное терпение, которого, например, я не имею, поэтому я не журналист. И вы тоже, если не журналист, значит, вы не столь терпеливы. А вот люди, которые занимаются новостями, которые работают в газетах, работают в журналах, серьезно работают. То есть не просто проходимцы или молодые специалисты, которые себе попробовали немножко и ушли. А серьезно, корреспонденты серьезные. Эти люди достойны уважения, потому что они каким-то образом умудряются, пропустив через себя массу бесполезной информации, оттуда выцедить что-то важное, сконцентрировать это, потом это приготовить как блюдо, подать. Но все это, вот все, весь этот процесс им не нужен. И это все не они. Они умеют просто работать с этим, работать с информацией. В общем, это очень сложно и неинтересно порой. Как и любая другая профессия. Что такое блогер? Что такое блогер? Блогер отличается от журналиста тем, что он не должен через себя пропускать ненужную информацию. Вот как раз здесь кардинальное отличие, потому что он работает только с той информацией, которая ему нужна. И поэтому он интересен читателю. Если журналист пишет о том, что интересно людям вообще, или интересно его изданию, есть какая-то концепция, то есть он идет в этой теме, например, человек пишет о культуре. Вот культура ему не нужна. Это все чаще сейчас встречается среди журналистов, особенно столичных. Чувствуется в их тексте особый настрой, отношения. Она им не нужна в принципе. Их это никогда не интересует. Они всегда, эти люди, любили футбол, например. И болели за Динамо или за Спартак. Какая разница? И они, наконец, пишут об этой культуре. Они пишут о том, что кто-то там приезжает, какой-то человек. Они посмотрели в интернете или где-то в специальной литературе, как его зовут. Потом написали, что якобы это все мы знаем, они знают, как его зовут. Оттуда, оттуда, по верхам. То есть это человек, журналист, компетентный в разных областях, и он все узнает по верхам. У него неглубокие знания во всех сферах нашей жизни. А так глубоко копнил. Он, конечно же, не ученый, не специалист, но он знает, еще раз повторяю, он знает, как сделать так, чтобы было понятно, что якобы он такой авторитетное мнение сейчас скажет. Ну, конечно, у него должен быть подвязан язык. Блогер – это более честно. Более честно. Хотя бывают честные журналисты. Редко, но бывают. И репортеры, кстати, это все честные люди. Но репортер – это особая профессия. Особый такой, я бы сказал, это элита, это авангард журналистики. Потому что репортер – это очень редкая профессия. Цель, судите, ты должен иметь источники информации, ты должен быть на острие событий. То есть они не сидят же. Репортеры не работают в офисе. Они в жизни, они там, где-то вообще в другой стране. На войне. И поэтому блогер, конечно, это не так опасно для жизни. Это не такие страсти бушуют в жизни человека. Никакой он не репортер. Когда, например, журналисты или репортеры называют себя блогерами. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли, о чем я вам говорю. Почувствуйте разницу. Это не блогеры. И когда эти люди пытаются воздействовать на блогосферу, на самом деле они на нее не воздействуют. И это не будущая блогосфера. Будущая блогосфера не за журналистикой и не за литературой. Оно за простыми, обычными детскими дневниками. Потому что все гениальное просто. И самая главная цель блога любого – это заработок денег. То есть мы зарабатываем на рекламе, которую мы публикуем. Например, это Google Adsense или там Яндекс.Директ или Бегун. Это такие банальные примеры, очень известные. Или это могут быть специальные биржи, предоставляющие возможность публиковать вечные ссылки, так называемые. Контекстные вечные ссылки, которые ты ставишь. И они всегда, сколько существует твой сайт, висят у тебя на страницах твоего будущего сайта. И тоже ты зарабатываешь на этом. Также можешь быть агентом по продаже книг, по продаже недвижимости, по продаже чего-то. Но об этом я чуть позже скажу. Самое главное, что когда ты через полгода выработал в себе привычку и понял, окончательно понял, что это гармонирует с твоей душой, и ты можешь писать. Более того, ты должен писать. В этот момент нужно заниматься созданием сайта. С созданием сайта нельзя заниматься на первом этапе. Может быть, даже потребуется больше полугода. Вы знаете, полгода это как минимум. Может потребуется год или даже два года. Потребуется время для того, чтобы поднять уровень владения языком. Для того, чтобы попробовать разные темы. Самые разные. И в итоге понять, какие темы тебе не нужны. И ты не стал бы их касаться, этих тем. А какие темы тебя устраивают. И на какие темы ты бы мог говорить, писать. И пробовать, пробовать, экспериментировать. Вообще вот здесь вот блок это место экспериментов. Знаете, почему это не журналистика? Журналисты никогда не ставят эксперименты над читателем. Журналистика это выверенный текст. Выверенный синтаксис. Это четкие структуры синтаксические. Это очень четкий стиль. И если стиль не будет четким. То есть, например, нечеткая аннотация. В которой нечеткая мысль. Вот, например, есть дебилы, уроды, кретины из сообщества фанатов Андрея Кабилова. Это вообще аморальные люди. Придурки, дураки, ну и так далее. Они считают, что я, как блогер, должен быть журналистом. Эти люди, во-первых, у них мозг уже не работает. Им за 50 там всем. И они, вот эта злоба, ненависть, она так и дышит, так и прет. Вот, постоянно нападают на меня, постоянно говорят о том, что я какой-то нехороший человек. Вот этот текст, они, скорее всего, как шестерки, шамки. И рабы вставят в свой блог, в свое сообщество. И поэтому они рабы. Так что, рабы, вставляйте текст. Работайте на меня, продвигайте, помогайте мне становиться еще более популярным. А если серьезно, то, конечно, если блогер начинает использовать что-либо, связанное с филологией, с журналистикой, с литературой, то все. С этого момента он становится неинтересен читателю. С этого момента он становится неинтересен самому себе. И вот это все он не может продолжать постоянно. Он будет все равно искать потом настоящие работы. Блогер – это человек, стремящийся зарабатывать дополнительный доход или сделать это основной работой в своей жизни. Это работа. К этому надо относиться как к работе. Это труд. Это новая профессия. Еще раз повторяю, нет пока образовательных стандартов, но в будущем на блогера будут учить в вузах. Потому что рано или поздно, когда интернет и глобальная сеть, когда она обретет формы какой-то системы, сейчас пока не контролируется авторское право, ничего не гарантируется. Пока это как дикий запад в свое время. Когда они осваивали Америку, новый свет, и там же что было? Земля была ничейной. Но она переходила. Кому-то она принадлежала все равно, кому-то не принадлежала. А были ничейные просторы, прерии. И вот эти вот ничейные прерии – это и есть глобальная сеть. И пока еще не поделена. Пока еще… Но это временно, поверьте мне, это временно. Потом она будет вся поделена. И она будет контролироваться корпорациями. И не будет ни одного электрона, который кому-то не принадлежит. Как это странно звучит, да как электрон может принадлежать. Но так устроен мир, так устроена реальность, что все кому-то все равно принадлежит. Не бывает полностью ничейного. Не бывает. Не бывает. Даже, допустим, воздух, которым мы дышим, он, казалось бы, ничейный. Нет, он принадлежит планете Земля, если говорить абстрактно. Он принадлежит планете. Это частная собственность планеты, на которой мы с вами находимся. И когда мы дышим этот воздух, то есть Земля позволяет нам дышать этим воздухом. А если она захочет, Земля, она может лишить нас воздуха. Если она расстроится, потому что мы очень, скажем так, относимся к нашей планете не совсем уважительно. И стремимся ее как-то поиметь, какой-то кусочек еще откромсать, сделать из него какие-то камешки, засунуть их себе в ухи. И вот это вот все, это в итоге может привести к конфликту с планетой. Но она долготерпеливая, это наша планета, надо признать. И пока она еще нас терпит. А вот эти вот, по поводу того, что воздух принадлежит государствам, Земля принадлежит государствам, это все тоже временно. Ведь если мы посмотрим в историю цивилизации, если мы посмотрим туда на 500, на полторы тысячи лет назад, то мы увидим, что Земля переходила из рук в руки. Вода переходила из рук в руки. Воздухом дышали самые разные нации. И когда человек считает, что ему что-то принадлежит, ну, например, ему принадлежит Земля, или ему принадлежит вода, или ему принадлежит интернет, или ему принадлежит блог, в котором он пишет. Конечно же, это все, по меньшей мере, наивно. Все в этом мире временно. Но на какое-то время нам дается возможность на ресурсе, на хостинге, каким-то образом публиковать тексты электронные, цифровые, и за счет информации, увеличения информации, вот мы создаем источник, и мы начинаем нагнетать этот источник, увеличивая количество информации, количество увеличивая передач текстов. И чем больше информации в нашем источнике, чем больше архив растет, чем больше мы говорим, чем больше мы делаем, тем больше возникает возможность появления людей на этом источнике, Появление рекламодателей, появление партнеров Появление различных ситуаций, когда мы становимся нужны другим людям Потому что мы не просто люди, а люди, которые что-то производят В данном случае информацию Блогер это человек, который информирует О чем он информирует И вот когда проходит полгода, или год, или два года, как я уже говорил В этот момент вы должны определиться с тем, какая тема наиболее вам близка Наиболее гармонирует с вашей душой В этот момент вы не должны концентрироваться на том, что популярно в интернете Популярно в жизни, что близко вам Что вы можете рассказать, или чему вы хотели бы научиться Потому что блогер это не тот, который знает Это тот, который узнает Здесь, в отличие от журналиста и от писателя Которые пишут от полноты знаний Которые пишут от того, что их переполняет То есть писатель делится жизненным опытом Мудростью Что-то к нему приходит Какие-то инсайты, прозрение Вдохновение От Господа Бога Журналист, он тоже познает мир Он человек такой обученный Скажем так, у него многое схвачено И он знает, откуда берутся, что, какие знания И много учился еще до этого Пустых журналистов не бывает И они тоже, в принципе, писатели Правда, это публицистика Это литература такого низкого уровня Но это тоже жанр литературы Это ее первая ступень Блогер это не писатель Это не журналист И еще раз повторяю Если вам кто-то говорит Да или вы сами себе говорите Что вот я журналист И пишу блог То это так и называется Журналист, который ведет блог Или писатель, который ведет блог Таких писателей Или журналистов По пальцам пересчитать Их очень мало Но это не блогер В прямом смысле этого слова И никогда он им не станет И его блог Это на самом деле очень тяжело Например, блог писателя Это очередная книга Или блог журналиста Это статьи из газеты и журнала Те же самые, в общем-то Ничего, кроме как популяризации уже самого себя Или поддержания на плаву популярности Он, конечно же, не дает Но мне эти люди не интересны Они и не нуждаются в этом Я хочу и говорю сегодня к тем Кто не популярен, кто неизвестен И кто считает, что он ничего не может Кто считает, что он бездарен Что он никому не нужен Друзья, я хочу сказать вам следующее Блогер это человек, познающий мир В вашем блоге вы можете рассказывать Чисто, вот просто вот Чисто сердечно Что вы ничего не знаете Что вы дурак Что вы запутались в жизни Я вчера написал это Но я уже так не думаю Сегодня я думаю и так Это со стороны может напоминать Нечто бессмысленное Но еще раз напоминаю Для того, чтобы зарабатывать деньги на рекламе Для того, чтобы зарабатывать деньги на продаже товаров и услуг Для того, чтобы зарабатывать деньги На вашем трафике, на посетителях Платят еще рекламодатели За количество показываемых баннеров или ссылок Блог ссылок может стоять Внизу страницы, справа, слева Есть всплывающие окна на сайте Ну, с этим тоже нужно аккуратно Но это один из вариантов Иногда это на развлекательных ресурсах Даже может выглядеть гармонично Опять же, какой это баннер В каком виде Реклама тоже Тут надо очень тонко подходить К этому делу Экспериментировать, конечно же Искать Искать Пробовать Какие варианты больше всего подойдут Именно вам Вашей идее Вашему блогу Сайту И когда Вы начинаете писать Вот так вот Познавая мир Я широко раскрытыми глазами Познаю этот мир Естественно, люди старших покорений То есть дураки Они все дураки Почему? Потому что они Они не понимают, что происходит вообще Они не принимают новых технологий Они не помогают молодежи ничем Они очень много врут Что они что-то там помогают Но их помощь это вообще жалкие потуги Ну и самое главное, что делает нынешнее поколение Старшее Они не пускают молодежь В шоу-бизнес В экономику В бизнес Никуда не пускают Вообще Хотя наше сегодняшнее правительство Пытается как-то вот Что-то для этого сделать Но правительство Это тоже Что такое правительство? Это 200 человек Вот Там 50 этих Сколько? 30 этих менеджеров Топ-менеджеров И это тоже Конечная цифра Они же не боги Они пытаются воздействовать Но есть Десятки тысяч чиновников Самых разных И проблема в России сейчас в том, что они не могут договориться Что существуют У нас законы, которые очень трудно выполнять Или написаны плохо Сейчас идет процесс восстановления законодательства в стране Но Россия Это тоже часть Мирового сообщества И мировое сообщество Давит на Россию И в том числе И на законотворчество В общем, это все очень сложно И когда люди Обвиняют В том, что происходит В стране Правительство Или Обвиняют Какого-то конкретного блогера Что мы Вот там Вырождение нации И вот ты виноват Вот ты А ты должен Ты вот это должен Или то должен То, конечно, это все лукавство Это от лукавого Это неправда Правда заключается в том Что И на этом я сегодняшнюю передачу Завершаю На этой мысли Господь Бог Нам очень сильно помог всем Он дал нам интернет В интернете мы сегодня Можем делать видеопередачи В интернете можно делать Аудиопередачи Можно писать статьи Можно вести блог Для того, чтобы вы Становились Людьми обеспеченными Зарабатывали деньги Для того, чтобы у вас Появлялись финансы Появлялась возможность Содержать себя Содержать свою семью Для того, чтобы вы Выкарабкивались из бедности Для этого существует блог Блог нужно вести Только для этого Все остальные формы Ведения блога Это вранье И так ведут себя враги Которые пытаются Скрыть правду Правду, которая Крайне простая и лаконична Мы живем в капиталистической стране Это не социалистическая страна Не коммунистическая страна В нашей стране нет демократии Здесь только капитализм Голый, жестокий, страшный Беспощадный Средневековый капитализм Это не только в России Это не только в нашей стране Это во всей Европе Это в Соединенных Штатах Америки Вообще везде на всей планете Сейчас один капитализм Но Существуют так называемые Политические всякие школы Президент Еще что-то Как-то называют Разными словами Придумали книжку Которая никому не нужна Называется она Конституция Но когда человек Попадает Допустим В судебную систему Нарушает закон Уголовники Люди там Кого-то убивают Или что-то еще Или мошенники Человек когда сталкивается С тем Как это все происходит То есть он видит Что люди договариваются С людьми Или не могут договориться На самом деле Все намного сложнее Чем кажется Законы Они просто нужны Для того Чтобы пытаться договориться Но сами по себе Законы силы не имеют Без людей Они же для людей Создаются Для того Чтобы был порядок Пока в стране Порядка еще нет И вот я думаю Что если люди Будут стремиться Например Кто может Кому это дано Вести блоги В сети То у нас Будет порядок Потому что Блог Ведение блога Дисциплинирует Жизнь человека И Уводит в сторону От очень многих Соблазнов Человек становится Целеустремленным Блогер Настоящий Он становится Трудолюбивым Он становится Жизнерадостным Он становится Верующим В то что он делает Чем он занимается У него есть в жизни Очень серьезная причина Для того чтобы быть Счастливым Ну мы с вами продолжим Говорить на эту тему Завтра Напоминаю Всем Кто еще не знает Что вы можете Приобрести книгу Знакомой Которую я сейчас пишу На портале Планеты И тем самым Поддержать Творческое начинание Не только В реализации В плане реализации Книги Которую называется Знакомой Нет Заговорился Ну и вот Выпуск вот таких Нужных Всем нам Видеороликов До свидания Всего доброго Будьте здоровы И счастливы И Почаще улыбайтесь Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры